Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернёвская. По данным МЧС, с начала года на водных объектах области произошло 48 происшествий. Погиб 41 человек, 21 спасён. Сотрудники ГИМС продолжают ежедневные рейды по диким пляжам, предупреждая людей об опасности. Однако отдыхающие не перестают купаться в несанкционированных местах. Вот и сегодня в нашей студии мы в очередной раз расскажем, где купаться можно, а где нет, и какие последствия могут быть при невнимательном поведении на воде. Почти каждый день печальная статистика пополняется новыми случаями. Сегодня гость в студии, временно исполняющий обязанности начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Виталий Владимирович Зюбин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, лето в Самарской области у нас идёт полным ходом, а наш регион, это не секрет, очень богат водоёмами, опять же в самом разгаре навигация. Скажите, пожалуйста, вот какие основные направления деятельности, работы ГИМС в данный момент у сотрудников по судам Самарской области? Да, сейчас самый разгар работы у инспекторов ГИМС, ведётся работа, завершается работа по открытию пляжей, ведётся патрульная работа, ведётся работа по предоставлению государственных услуг по аттестации, по регистрации маломерных судов и ежедневный контроль надзорные мероприятия, направленные на проверку организации уже действующих пляжей, обеспечения на них безопасности. Скажите, пожалуйста, вот я озвучила в начале программы, в этом году уже 41 случай, когда на воде погибли люди. Какая статистика вот за нынешний период и, конечно же, какая профилактика и какие рекомендации безопасного поведения на воде вы бы сейчас озвучили? Да, статистика, к сожалению, не очень у нас учащая. За данный период, вот за летний период можно сказать, что уже 33 человека погибло. Из них 13 детей. То есть очень большая гибель детей по сравнению с прошлым годом. Эта численность у нас составляла 4 ребенка. 4 ребенка в том году, в этом уже 13. Да, и год у нас еще, и сезон купальный еще не завершен, поэтому статистика очень заметно выросла. Ну, связано это ряд причин этому содействовать, да. То, что люди все-таки купаются в необорудованных местах, несанкционированных местах. Не соблюдаются, ну, самые первейшие правила безопасности поведения на воде. Зачастую дети находятся без присмотра взрослых. Это тоже такой фактор, ну, основной фактор, когда дети представлены сами себе, случаются трагедии. И в данном случае некому оказать помощь своевременную. Помощь необходимо оказывать очень быстро, потому что вода – это такая среда, которая очень быстро забирает жизни у людей. Достаточно 5 минут погружения в воде, да, пребывания в воде, и после этого уже человека практически невозможно спасти. Ну, вы знаете, все-таки вам в помощь показывают работы спасатели, которые ежегодно дежурят на Самарских пляжах. У нас есть сюжет, я предлагаю сейчас его посмотреть. Этот сюжет я сразу обозначу прошлого года, но, тем не менее, и в этом году, разумеется, работа спасателей продолжается. «Видишь беду – бросайся в воду» – для Владислава эти слова стали девизом. Сейчас он учится в колледже на строителя, но два года назад друг позвал спасателей. Теперь каждое лето на пляже он в оранжевом жилете. Уважаемые отдыхающие, просьба соблюдать элементарные правила техники безопасности на территории пляжа. «То, что престижно, это почетно, не знаю, но люди реагируют нормально, то есть, идут там, допустим, мать с ребенком, и такие, вот, смотри, спасатели, это круто, они вот защищают себя, берегают, вот, это на самом деле очень приятно слышать». В среднем за купальный сезон, благодаря спасателям, помощь получают 50-60 человек. Люди часто просят найти пропавшего ребенка, обработать рану или угомонить дебоширов. Апельсиновый дозор пристально следит за акваторией и самим пляжем. Напоминают отдыхающим о температуре, следить за детьми и не заплывать за буйки. Но не всегда любители искупаться соблюдают правила безопасности. В прошлом году не было ни одного летального случая, а вот в этом утонуло два человека. Рекомендация для безопасного отдыха на воде одна – это следить за собой, за своим состоянием здоровья, ни в коем случае его не поддерживать, не стимулировать алкогольными напитками. На городских пляжах 13 постов. На каждой точке дежурит по 5-8 человек. Спасатели продолжат работать до 10 сентября в ежедневном режиме с 10 утра до 9 вечера. Виталий Владимирович, я попрошу вас все-таки дать сейчас рекомендации безопасного отдыха на воде. И скажите, пожалуйста, вот какие профилактические работы проводит именно ваша служба? Да, хорошо. Начну с мероприятий, которые проводит наша служба. То есть ежедневно проводятся рейды, патрулирование инспекторами ГИМС. Проверяется техническое состояние маломерных судов, укомплектованность спасательными средствами, жилетами. Техническое состояние проверяется лодок. Техническое состояние в части оборудования огнями, потому что многие суда эксплуатируются и в темное время суток. Также укомплектованность жилетов по числу пассажиров. Безопасность на пляжах проверяется наличием спасательных средств на спасательных пунктах, размещением на них информации, стенды, правила поведения на пляже. То есть то, что запрещается делать на пляже, это находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещается прыгать с необорудованных вышек, мест, с понтонов, которые не предназначены для этих целей. Производить захваты в воде, топить других людей. То есть ложно призывать, чтобы им оказали помощь, тоже такие случаи бывают. Подростки любят это делать, скричать, помогите, а вы спасите. В это время спасатели реагируют, а где-то на другой части пляжа, возможно, кому-то нужно оказать помощь, где человек, может быть, даже не кричит, ему уже тяжело. Поэтому определенные правила, ну, общеизвестные правила, когда первый раз, если вы пришли на пляж, обязательно посмотрите на стенды, на информацию, где подробно описано действия, какие необходимы, правила поведения на пляже и порядок оказания помощи. Ну, это мы сейчас говорим о сакционированных пляжах. Но ведь не секрет, что многие любят дыхать дикарями, ездить на природу, с палатками. Вы хотите сказать, что в таких местах купание запрещено? Ну, необорудованных мест в Самарской области очень много. И, как правило, вот эта статистика, которая у нас сейчас наблюдается, происходит в таких местах. Это заброшенные карьеры, пруды, озеры, малые пруды. Это водоемы, которые в большинстве случаев не предназначены для купания. Они, возможно, назначение технического назначения, пожарного назначения. То есть вы хотите сказать, что они не обследованы, да? Они никем не обследованы, потому что они не предусмотрены для того, чтобы там были рекреационные зоны для отдыха. Вот в таких местах опасно купаться, в эти места, чтобы нужно проводить большую работу родителям, своими детьми. Если даже они видят, что дети купаются, свои чужие, обязательно нужно с ними проводить эту работу. Такие очень опасные места. Но все-таки, когда едешь отдыхать на природу, может быть, все-таки стоит исследовать хотя бы какую-то прибрежную зону, да? Посмотреть на наличие тех же металлических прутьев, коряг. Я имею в виду в такой шаговой доступности, чтобы уже безопасно отдыхать на воде. В основном люди едут в те места, где они уже когда-то были. Они знают эти места. В таких местах, где уже из года в год они отдыхают, приезжают. Такие места, да, их очень много. Но здесь ответственность, опять же, родителей, чтобы они посмотрели эти водоемы, посмотрели берег, дно, сначала проверили, безопасно или нет. Потому что после весеннего половодия, возможно, там может быть и мусор, и какая-то арматура торчать. То, что не предназначено для купания. То есть такие предметы, которые могут повредить человека. Да могут быть, просто служить угрозой для жизни. Вот, кстати, один из последних случаев произошел в Кошкинском районе. Мальчик погиб после прыжка в воду, где торчала вот как раз металлическая конструкция недалеко от берега. И я так понимаю, что этот случай не единичный. Я сейчас не буду просить рассказать вас подробности. Но, тем не менее, такие случаи имеют место быть даже в этом году. Конечно, это основная причина гибели, детской гибели. Потому что любая травма, которую ребенок получает в воде, способствует то, что ребенок теряет ориентацию. Он не может уже, соответственно, доплыть до берега, не может позвать на помощь. Вследствие этого ребенок может утонуть. Поэтому купание в необорудованных местах, как вы сказали уже, где арматуры торчат, какие-то другие посторонние предметы, это очень опасно. И все-таки еще раз призываю купаться в оборудованных местах. Если уже вы выехали куда-то за город только со взрослыми, которые умеют плавать, которые могут оказать соответствующую помощь, только в таких оборудованных местах. Ну и сами родители должны предусмотреть все эти возможные неприятные моменты, с собой иметь спасательные средства, необходимые медикаменты, первичные средства оказания помощи, ну и средства связи, конечно. Скажите, пожалуйста, в основном какая категория детей, я имею в виду, конечно, возрастная, попадает вот в эти группы риска, которые, к сожалению, погибают? По статистике основная группа риска вот в этом году, если смотреть, это мальчики возраст 11-13 лет. То есть это такой возраст, когда уже дети считают себя немножко взрослыми или почти взрослыми. Ну опять же это переходный возраст еще, да? Переходный возраст, да, уже самостоятельно, они уже не маленькие, они уже могут сами за собой следить и контролировать, отвечать. Да, то есть такие дети, которые вот уже не боятся многих вещей, если маленький ребенок там до 9-8 лет еще старается ближе к родителям, то здесь обратная реакция. Они хотят быть одни, они хотят оказаться взрослыми, они хотят что-то кому-то доказать. Ну, к сожалению, вот из-за этого происходят такие несчастные случаи. Вы сказали о нарушениях. В таком случае озвучите, пожалуйста, кто несет ответственность вот за такие происшествия и какая административная, может быть, уголовная ответственность существует? Административная ответственность КОАП и РФ предусмотрена, это оставление детей без присмотра, предусмотрено от предупреждения до штрафа 500 рублей. Насколько я помню, не ошибаюсь. Да, то есть это предусмотрено, законодательственный такой вид наказания. По другим нарушениям, связанным с маломерными судами, тоже КОАП предусмотрено нарушение, то есть суда у нас не зарегистрированные, не оборудованы спасательными средствами, такие нарушения тоже предусмотрены. Ну вот, кстати, если мы с вами заговорили о нарушениях, я знаю, что ваша служба, ГИМС, проводит периодические рейды, и в этом году, кстати, уже рейды прошли, если да, то какие? Да, рейды у нас осуществляются в виде патрулирований. С учетом особенностей этого года и пандемии, работа немножко у нас в сжатом режиме организована, да, в формате. Тоже находились инспектора на карантине, но тем не менее, сейчас эта работа восстановлена, ежедневно у нас патрулируется не менее двух раз каждая патрульная группа, это пять патрульных групп, это семь подразделений, осуществляющие регистрацию, то есть вот они ежедневно проводят патрулирование места массового отдыха на пляжах и также контролируют безопасность эксплуатации маломерных судов на водоемах Самарской области. Давайте посмотрим сюжет, какие, возможно, нарушения могут быть и как ваши сотрудники их пресекают. Я сейчас хочу сделать акцент, что мы будем смотреть сюжет видео 2018 года, но тем не менее, эта работа проводится и ныне, и работа эта актуальная. Да, рейды, давайте посмотрим. Сейчас напрямую, да, что у плеча? Принял. В рейд инспекторы ГИМС в этот раз выходят с целью профилактики, проверяют документы и напоминают об элементарных правилах безопасности. Бывает, что владельцы моторных лодок нарушают правила и купаются в запрещенных местах. Только в открытых, разрешенных местах вы можете безопасно для своей жизни купаться. В остальных местах помните, а лично безопасность в лобо-памятах. Ознакомьтесь, почитайте. В ходе рейда инспекторы останавливают очередную лодку с двумя молодыми людьми, прав на управление которой у них не оказалось. Лодку пришлось у отца сейчас забрать, мы их на острове оставили. Вообще они есть? Да, они есть. У нас с собой нет. Инспекторы проверяют базу данных и выясняют. Молодой человек лукавит, прав у него нет в принципе. Пришлось ему съездить за отцом, который является владельцем лодки. В поле зрения проверяющих попали впервые, заявляют нарушители. Не боитесь пускаться одних-то? Я? Нет, ну а что, он взрослый пацан, он серьезный пацан, он учится хорошо, отличник. Чего его бояться пускать-то? Пускать бедства очень надо, бояться. На нарушителей выписывают штраф 2000 рублей. Инспекторы рассказывают, подобных случаев на воде немало. За более серьезные нарушения владельцев лодок ждет и более суровое наказание. Транспортное средство могут забрать на штрафстоянку. В этом случае только одна транспортировка обойдется владельцу почти 18 тысяч рублей. Уже неоднократно были случаи того, что забирали на штрафстоянку. И в зависимости, что это за судно, либо гидроцикл, либо маломерное судно, там уже идет почасовая оплата. То есть достигали случаи, что люди приходили, на следующий день забирали свои лодки, отдавали штраф где-то по 25 тысяч рублей. С начала сезона зарегистрировано почти полсотни происшествий на воде, 40 человек погибли. Проводить профилактические рейды сотрудники ГИМС продолжат до конца сезона, чтобы люди не забывали о возможной опасности, которую таит в себе вода. Виталий Владимирович, ну ведь согласитесь, несложно соблюдать элементарные меры предосторожности, не забывать о спасательных жилетах, ни в коем случае не употреблять алкоголь перед выходом на воду. Но ведь цена-то жизнь. Почему этого не происходит? К сожалению, не всегда судоводители соблюдают правила безопасности, правила плавания, личную безопасность и безопасность своих пассажиров. Почему это происходит? У каждого человека, наверное, есть свое объяснение конкретного случая. Но зачастую люди приезжают на воду все-таки отдыхать. Давайте начнем с этого. То есть они приезжают отдыхать, они приезжают, у них есть жилеты, у них есть спасательные средства другие, лодка оборудована, но проходит день-два на отдыхе. Люди расслабляются, возможно, отдыхают и позволяют уже себе немножко эти правила нарушить. То, что жаркая погода, вода, хорошее очень проводение мероприятий, все это расслабляет человека. И зачастую оставляют и документы на берегу, и спасательные средства на берегу оставляют. Реже, конечно, в состоянии алкогольного опьянения даже, когда уже люди... То есть все-таки более осознанные, да? Да, да. Ну, большая часть, конечно, осознанная. Я бы не сказал, что все у нас в Самарской области пьяные за рулем управлять маломерными судами. Нет. Но есть та часть, небольшая категория людей, которая себе это позволяет. Работа в этом направлении ведется, пресекаются такие случаи. Ну, еще раз призываю всех судоводителей, владельцев маломерных судов, и напоминаю, что лично на них лежит вся ответственность за безопасность перевозки пассажиров, за их инструктаж, наличие спасательных средств в лодке. Перед каждым выходом каждый судоводитель должен проверить комплектацию судна, его техническое состояние лично проинструктировать каждого пассажира. Если идет речь о перевозке детей, то при перевозке детей на каждого ребенка должен находиться один взрослый человек в лодке, умеющий плавать. То есть это тоже нужно не забывать. Дети должны находиться в спасательных средствах в любом случае. Потому что при столкновении, при каких-то таких несчастных случаях, при выпадении ребенка в воду, ударе об борт лодки, какое-то препятствие, зачастую ребенок теряет сознание, и самостоятельно он не может на воде держаться. Спасательные жилеты здесь действительно несчет своего полутора спасения. Это спасательный круг, спасательные жилеты, которые могут спасти как раз жизнь ребенка. Поэтому еще раз призываю, не забывать спасательные средства, соблюдать правила плавания, не злоупотреблять спиртными напитками и не управлять маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. Если есть такая уже ситуация, что вы уже не в состоянии, что все, я призываю в таких случаях отдыхать дальше, на берегу, когда человек уже придет в нормальное состояние, когда он выспится и уже потом сможет управлять маломерным... Призваться на ситуацию и управлять лодкой в соответствии с правилами. Также в ночное время суток ни в коем случае нельзя управлять маломерным судом без ходовых огней. То есть у нас уже в этом году есть случаи, когда гидроцикл столкнулся с катером в Тольятти, когда они управляли гидроциклом, ближе... Это уже 23.30, ну уже темное время суток, гидроцикл скоростное судно, которое ночью практически незаметно. Произошло столкновение. Поэтому еще раз призываю, без ходовых огней не управлять маломерными судами. Всегда у вас должны быть спасательные средства, следить за детьми. Затем... Ну и профилактика всего этого, чтобы все-таки мы говорим о детях, нужно их учить все-таки плавать изначально, да. Нужно с ними заниматься. Есть возможность... У нас много бассейнов в Самарской области. Нужно эту работу вести. Это в первую очередь родители должны об этом позаботиться. Если мы берем детей с собой на отдых, тогда они должны уметь плавать. Любить за ними пристально следить, если ребенок не умеет плавать. Ну, а лучше всего, конечно, учить, если любите такой вид отдыха. Конечно. В Самарской области столько водоемов, поэтому, ну, тут не научиться плавать. Ну, это уже... Мы говорили о полномочиях сотрудников ГИМС вот наказать пьяных судовладельцев, которые вводят такие суда. Скажите, пожалуйста, а вот как вообще происходит сам процесс? Процесс происходит во время патрулирования. Если такой судоводитель обнаружен, и есть признаки наличия опьянения. Ну, видимо, вы имеете в виду, да? Да, видимо, да. Это покраснение кожи, это неадекватная реакция, это запах алкоголя в первую очередь. Вот. Если после этого, да, идет уже уточнение обстоятельств, и судоводитель либо признается, что он употреблял, либо нет, имеются алкотестеры у инспекторов ГИМС. Которые имеют право применять отношения этих водителей, да? Они имеют, да, конечно, они имеют право, да. Они предлагают пройти проверку в добровольном порядке, если судоводитель проходит проверку, и результат отрицательный, соответственно, судоводитель дальше продолжает свое движение. Если показывать, что есть наличие алкоголя в крови, составляется административный протокол, судоводитель, маломерное судно задерживается, и направляется на штрафстоянку. Так. Ну, наверное, какой-то штраф, какие-то санкции, лишение прав? Лишение прав, то есть составляется протокол, материалы отправляются в суд, и по решению суда, возможно, будет принято решение о лишении, либо о штрафе судно-штрафе. Лишение прав на управление маломерным судом, ну, вот я слышал такое мнение, что лишают еще и прав на автовладение. Нет, к сожалению. Нет, не лишают. Здесь статья только управления маломерным судном. И, соответственно, если мы говорим о лишении, только будет право управления лишаться маломерным судном. Это обратная идет тенденция. Если человека на автомобиле задержат, право управления, тогда он потеряет все права, в том числе и маломерного судна. Спасибо за прояснение. Вот считается, что все-таки инспекторы ГИМС работают в основном летом. Ну, я считаю, что это, наверное, все-таки обывательское мнение. Правда ли, что вам приходится быть начеку круглый год? В зимние периоды тоже достаточно работы в системе МЧС. Также нам поднадзорны переправы. Мероприятия, которые происходят и в зимний период, инспектора привлекаются, ну, скажем так, самое известное, например, крещение, да, организация мероприятий. Есть другие мероприятия, где необходимо на водоемах обеспечивать безопасность. Вот в эти периоды обязательно привлекаются инспектора. Проводятся такие же патрулирования, совместные патрулирования с другими организациями. Потому что напротив Самары у нас также лед неоднородный, а люди пытаются переходить на ту сторону и зачастую проваливаются под лед. Ведется, в основном, работа по информированию людей о толщине льда, раздаются памятки, ведутся беседы с ними, что это опасно, что необходимо проверять водоемы в соответствии толщины льда, его нагрузка выдержит, не выдержит, в каких местах. Можно переходить, где нельзя. Ну, скажу сразу, что у нас официальных переправ рядовых в Самарской области нет. Поэтому у нас запрещено переходить Волгу в районе города Самары. А существует переправа в Самарский речной порт, который осуществляет эти перевозки безопасно. Поэтому всех призываю пользоваться услугами нашего Самарского речного порта. Ну что же, спасибо вам большое, Виталий Владимирович, за то, что пришли. Рассказали правила поведения, самое главное, безопасности, конечно же, на воде. Ну и благодарю всех тех, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Будьте, пожалуйста, аккуратны, ведь ценой неосторожного обращения на воде может быть ваша жизнь. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова